27 тысяч заявлений на поступление в высшее учебное заведение Хабаровского края подали выпускники школ в этом году. Между тем в институтах и университетах региона закончилась приемная кампания для тех, кто претендует на бюджетные места очного обучения. Арина Солдатенкова со всеми подробностями. Сейчас в приемной комиссии университетов абитуриентов намного меньше, чем было в июне. Основная волна поступающих заканчивается. Специалисты в основном принимают документы на магистратуру и заочное обучение. В этом году лидером по количеству бюджетных мест в регионе, а это около 2000, стал Тихоокеанский государственный университет. У тех, кто захотел связать свою жизнь с инженерией, IT-технологиями и педагогикой, шансов на обучение стало больше. У этих направлений прибавилось 200 бюджетных мест. Сейчас осуществляется зачисление на бюджетные места, бакалавриат и специалитет, точная форма обучения. Это в Хабаровском крае 4200 бюджетных мест. Для тех, кто не смог пройти на бюджет, вузы края предлагают платное обучение. До сих пор дорогими специальностями в регионе остаются медицинские, нефтегазовое и горное дело, землеустройство и кадастры. Их стоимость варьируется от 200 тысяч. Будущие дизайнеры, актеры и музыканты будут платить за обучение от 300 тысяч рублей в год. Родители смиренно принимают выбор своих детей. ЕГЭ сдал так себе. И иду по договору на платное сною. Спасибо. Готовы, значит. Так вообще стоимость обучения не касается. Будем стараться. В этом году заявление на поступление в вузы Хабаровского края подали абитуриенты из 50 регионов страны. 30 июля на сайтах появятся первые списки поступивших на бюджет и по квоте. В администрации вузов студентов просят определить для себя приоритетное учебное заведение. Приемная кампания, поступление, она все время, к сожалению, год от года меняется. И сейчас абитуриенты, которые должны сделать свой выбор, они, конечно же, должны не забыть принести оригиналы документов. И они должны это сделать в самое ближайшее время до 3 августа. Заявления от абитуриентов в Хабаровском крае принимают 15 вузов и филиалов. Основная волна зачисления закончится 9 августа. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал Куберния.